В субботнике по очистке пивоварки уже барнаульская традиция. Не каждый знает, что когда-то она называлась речкой Пранка и была настолько чистая, что воду для двух пивоваренных заводов брали прямо из реки. С момента масштабной застройки города, протекающей практически через весь Барнаул, пивоварка стала не просто грязной. Мусор, стоки от предприятий, сливы от частных домовладений, теперь не то что брать воду, даже ее цвет вызывает у горожан большой вопрос. Собственно, поэтому преподаватели Института географии предложили второкурсникам выявить проблемы реки и подумать, как их можно решить. Сначала мы собирали теоретический материал про историю хозяйственного освоения, а потом уже прошлись по реке от истока до устья. Ну и как? Впечатления? Мне кажется, она не в очень лучшем состоянии, я думаю, можно было бы реабилитировать ее. Концепцию студенты под руководством преподавателей разрабатывали пару месяцев. И сегодня со слайдами и описанием возможных изменений представили ее общественности, экспертам и чиновникам. Первое – это расчистить территорию от мусора. Второе – это узнать, проходят ли участки точно по закону в Росреестре. Третье – это, наверное, убрать снежный полигон, который загрязняет реку вниз по течению. И четвертое – подготовить места для рекреации и зоны отдыха. Речь об участках частных домовладельцев, которые порой располагаются там незаконно и сливают все нечистоты от домов в пивоварку. Чтобы избежать такого слива, некоторые участки реки студенты предложили направить в специально построенный коллектор. К слову, эту идею некоторые эксперты не поддержали, ведь в коллекторе река не сможет пополняться и будет милеть. Кстати, проект экологической реабилитации пивоварки уже существует, причем несколько лет. Но реализовать его не получается. В Москве он получил положительные отзывы и рекомендовал был к въедрению. Но для того, чтобы, вы понимаете, сделать экологическую реабилитацию, надо привести сначала в надлежащиеся, ликвидировать все, во-первых, выпуска стоки и все неорганизованные свалки обустроить территорию. Без этого расчищать русло пивоварки смысла как бы нет. А реально вообще это все сделать? Реально в настоящее время. Там у нас некоторые работы администрации железнодорожного района. Право пользования водным объектом оформила. Там небольшие участки, они начинают работать. Пока большой проблемой остается и то, что люди сами продолжают загрязнять реку. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы замусорение не продолжалось. У нас все бытовые отходы, все, что не нужно, все валится. У нас есть люди, которые от воды своей кухни прямо выводят сюда. Если я вижу, что, простите, положена труба, которая идет в подворье, открыта калиткой, с которой мы несем весь мусор, сюда же валим, много нам указывают. Вопросов по экологической реабилитации пивоварки много, в том числе и финансовых. После сегодняшней презентации было решено уже на следующей неделе обсудить возможность привлечения грантовых средств. Впрочем, студенты надеются, что их концепцию рассмотрят городские и краевые власти. И ряд предложений из нее все-таки смогут реализовать. Как было в юбилейном парке с эскизным проектом, это же тоже были студенческие работы, это были молодые архитекторы, дизайнеры, ведущих вузов вообще наших профильных. А в итоге их концепция, они легли в основу эскизного проекта. Кстати, в юбилейном на берегу пивоварки ребята тоже предложили сделать зону отдыха и включить ее в четвертый этап реконструкции парка. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.